Управляющая компания Биотехнопарка опять оказалась в эпицентре скандала. Это произошло после того, как Следственный комитет по Новосибирской области возбудил уголовное дело в отношении экс-директора Владимира Кожевникова. Напомним, что впервые о Биотехнопарке заговорили в негативном ключе после того, как были обнародованы результаты проверки контрольно-счетной палаты. То, что Биотехнопарк на грани экономического провала, стало понятно в январе 2018-го, когда на площадке законодательного собрания была озвучена вся правда об изнанке инновационного проекта. Аудиторы контрольно-счетной палаты тогда придали огласке множество нарушений на десятки миллионов рублей. В проверяемом периоде деятельность управляющая компания являлась убыточной. Убыток вырос с 33 миллионов в 2015 году до 63 в 2017 году. Плановые показатели, представленные в бизнес-плане, не достигнуты. Вы что, не понимали, что вы фактически живете за счет области и, откровенно говоря, эти деньги пускаете в трубу? Месседж о том, что деньги пускаются в трубу, получил свое подтверждение год спустя. В феврале 2019-го, когда теперь уже экс-министр Ольга Молчанова констатировала. Мы ставили управляющей компанией «Биотехнопарк» задачу выйти на самоокупаемость в 2018 году, но они с этой задачей не справились. Расходы, как вы видите, превысили 83,5 миллиона рублей. И это при том, что первоначальная стратегия развития предполагала, что выручка от реализации резидентов «Биотехнопарка» должна была составить не менее 1 миллиарда 850 миллионов рублей, а объем налоговых поступлений после выхода на проектную мощность – полтора миллиарда. Но даже провалив первоначальный бизнес-план, предыдущий топ-менеджмент «Биотехнопарка» продолжал занимать струсиную позицию. К примеру, в 2018-м была предпринята попытка оспорить некоторые выводы и требования КСП в суде. «Мы оспариваем требования аудиторов вернуть в облбюджет почти 21 миллион. Субсидия была выдана «Биотехнопарку» в 2016 году на выплату вертлат, погашение задолженности по налогам и страховым взносам». «А то, что они пишут в своем акте, что эти деньги ранее на эти же цели были получены, вы как-то комментируете?» «Нет, я же не буду вам это комментировать, давайте закончим это». Этот судебный димаш тихо сошел на нет в июле 2018-го, когда управляющая компания отказалась от своих исковых притязаний. Еще один процесс, ассоциированный с «Биотехнопарком», в мае уже 2019-го года закончился в суде Новосибирского района. Из помощи в декабре прошлого года выступил прокурор района. Он потребовал аннулировать договоры по выведению активов «Биотехнопарка». Непосредственное отношение к этим сделкам имел бывший председатель совета директоров Андрей Бекарев. И так недействительным прокуратура посчитала вот этот договор соинвестирования. Согласно ему, общество с ограниченной ответственностью «СФМ Фарм» получило в собственность 282 квадратных метра на третьем этаже Центра коллективного пользования «Биотехнопарка» всего по 25 тысяч за квадратный метр. «По данным бухгалтерского учета, убыток по данной сделке составил 3 миллиона 700 тысяч». Через полтора года жирно-имущественный кусок «СФМ Фарм» передает Андрею Бекареву, который не был резидентом «Биотехнопарка», зато был владельцем этой компании. Пафосно выступая в законодательном собрании в январе 2018-го, Андрей Александрович в сердцах пообещал вернуть актив, собственником которого стал незаконно. Вернуть нет проблем, никаких в данном случае. Единственное, обращаю внимание, что эти площади изначально отведены для резидентов, кой мы являемся. Только в апреле 2019-го был подписан договор, по которому «Биотехнопарку» вернулись незаконно отторгнутые активы. Параллельно с этим в последние годы развивалась и уголовная тема, связанная с сомнительными контрактами. Появились разночтения по поводу одного контракта на 104 с копейками миллиона рублей. Поначалу там вопросы были связаны с тем, что оборудование было поставлено, но не собрано. Было поставлено физически, но не было поставлено на баланс акционерного общества. Речь шла о поставке оборудования и материалов для опытно-производственного участка твердых лекарственных форм. Контракт был подписан экс-директором «Биотехнопарка» Владимиром Кожевниковым и Татьяной Франк, директором компании «Медхолдинггрупп». Сначала были дискуссии сугубо хозяйственного толка, но буквально за несколько месяцев эта история получила развитие и в уголовной плоскости тоже. Первоначально доследственной проверкой обстоятельств заключения контракта занималась МВД. Позже материалы были направлены в Следственный комитет. Было возбуждено уголовное дело по традиционной предпринимательской статье «Мошенничество». Эта ситуация развивалась тоже достаточно плавно до лета нынешнего года, когда изменилась роль ключевого персонажа. Это вот, собственно, Татьяна Франк, предприниматель, которая поставила это оборудование. В том деле, которое было возбуждено в 2018 году, она считалась ключевым, подозреваемым. Теперь она написала явку с повинной и показала, что еще в 2015-2016 годах, когда, собственно говоря, вот этот вот контракт на поставку оборудования заключался, ей было предложено бывшим руководством технопарка якобы передать взятку в размере 2,5 миллионов рублей. Эти показания легли в основу нового уголовного дела. Взятку в особо крупном размере инкриминируют бывшему директору управляющей компании «Биотехнопарка» Владимиру Кожевникову. Следственный комитет пока официально не комментирует обстоятельства возбужденного уголовного дела. Если ваши гражданские права нарушены, если вашей жизни и здоровью угрожает опасность, пишите нам. Добавляйтесь в наши группы в социальных сетях, задавайте вопросы и предлагайте темы для сюжетов. Не забудьте поставить лайки и отправить видео друзьям. Возможно, именно сейчас им требуется помощь прецедента. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова